Сибирский крестьянин Михаил Кузьмич Янгель В его трудовой книжке появилась запись, назначен на должность начальника отдела НИИ-88. Через год Михаил Янгель уже заместитель Королева. Вскоре молодого специалиста перевели руководить только что созданным в Днепропетровске особым конструкторским бюро УКБ-586. Тогда здесь серийно производили Королевские Р-1, Р-2 и Р-5. Однако у амбициозного конструктора был свой проект – ракета на новом топливе, смеси гептила и азотной кислоты. Королевский мужик жестокий достаточно. Янгель – человек интеллигентный, мягкий, поклонящий, но твердый. Его сломить там и переломить куда-нибудь, если он настроен и понимает, что это правильное решение, было невозможно. Начатая в 1954 году разработка баллистической ракеты с дальностью полета 2000 км завершилась через три года. 22 июня 1957 года Р-12 успешно стартовала. Кроме новых компонентов топлива, ракета Янгеля имела новую систему управления, конструкцию испытательного оборудования и устройства для подготовки и пуска. В 1959 году советские ракеты Р-12 впервые установили на многочисленных стартовых позициях в специальной шахте. Тогда родилась знаменитая фраза Никиты Хрущева «Советские ракеты выпускаются как сосиски». Вскоре Днепропетровскому ОКБ было поручено разработать межконтинентальную ракету Р-16. Конструктору выпала нелегкая задача – догнать Соединенные Штаты Америки, уже имевшие к тому времени тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты. Так как Хрущев был человек любознательный и знал много где что делается, он позвал к себе Янгеля. Хал Кузьмич сказал – сделаю. Я сделаю на высококипящих компонентах, на кислоте, инерциальная система. Не сомневайтесь. Америку Янгель догнал. Его Р-16 стала второй после королевской «семерки» советской межконтинентальной ракетой и надолго грозной основой РВСН. Правда, путь к успеху был тернист. Это случилось в октябре 60-го. Во время подготовки к старту взорвалась заправленная топливом Р-16. Погибло 126 ракетчиков и главком ракетных войск маршал Неделин. Михаил Янгель чудом остался жив. Именно после этой катастрофы он стал разрабатывать концепцию безлюдного автоматического старта, примером которого могут служить комплексы «Циклон» и «Зенит». Михаил Кузьмич Янгель умел делать эти все свои изделия под потребителя. Если Сергей Павлович говорит, возьмете, все, что он дам, возьмете. Михаил Кузьмич, он как нынешний продавец в магазине, спрашивал, а вот это удобнее, а может быть я лючок сделаю получше? Ах, вам не нравится? Давайте попробуем. Это, я считаю, его проявление, его гениальность. То, что всякое изделие от автомобиля до ракеты должно быть максимально удобно в эксплуатации. И за это его все военные боготворили. После создания абсолютного оружия для войны разработки Михаила Янгеля послужили мирному космосу. На основе его боевых комплексов были разработаны ракеты-носители «Космос-1», «Интрокосмос», «Циклон-2», «Циклон-3». Михаил Кузьмич Янгель не стал охотником, как его отец и дед. Самый засекреченный конструктор Советского Союза создал лучшие в мире боевые ракеты. В НАТО их окрестили «Сатаной» и под этим именем занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое мощное и грозное ракетное оружие.